Планируется, что к 2024 году Улан-Удэ потерпит кардинальные изменения. Обновится и преобразится не только центр города, но и еще несколько районов. В управлении комплексного развития территории Бурятии провели исследование и изучили, какие районы уже можно сейчас застраивать. Здравствуйте, меня зовут Руслан Хороших. И в очередном выпуске о комплексном развитии территории мы поговорим о перспективных площадках, которые подходят для застройки. На ваших экранах карта Улан-Удэ. Те места, которые выделены желтым, оранжевым или красным, наиболее подходящие площадки для развития. При составлении графика учитывалось все, начиная от социальной инфраструктуры, от детсады, школы, поликлиники, заканчивая коммерцией, кафе, магазины, развлечения и услуги. В общем, те территории, где много рабочих мест и высокая концентрация людей. Вот сейчас у нас развивается город вот так. Вот это спиртозаводская трасса, тут 6 миллионов квадратных метров строительства. Ой, миллион тут и вообще полностью градостроительный потенциал. Да, в основном лес. 6 миллионов. Лес, ну просто, знаете, лес вырубят и построят на его месте эти человейники. Поэтому мы хотим уйти от этого, как сказать, и развивать именно там территорию, где инфраструктурная обеспеченность, она повышена, высокая. Ее можно дальше эффективно развивать. И вот мы взяли вот эти границы, примерно определили. Определяли, как, допустим, батарейка, здесь очень много частных домовладений. Решать там невозможно. Вечером ходили по батарейке когда-нибудь? Ну и вообще там редко было. А я вот все вот эти территории постарался пешком обойти, пройти, как, кстати, посмотреть. В проекте находятся несколько территорий. Это и вышеупомянутая батарейка, машзавод, улица Ключевская, микрорайон Сосновый и Восточные ворота. Это Восточные ворота. Здесь вот гостиница, как он, Верхнеудинск называется? Угу. Да, вот за ним. Вот это, мне кажется, что вот самая классная такая территория, где классные видовые раскрытия. Вы были вот здесь вот на этом берегу Уды? Нет, как оно противоположено. Вот это центральная наша часть. Вот здесь вот национальный музей. А вот здесь вот, если вы посмотрите, вот на город, там, знаете, так красиво. Церковь с левой стороны. Наверху этот Датсандринпоча Бакша, да, вот так наверху. И вот эти вот террасы, это просто шикарно выглядит. Поэтому, ну, с точки зрения видовых, вот здесь на долину такое. Ну, это если летом смотреть, зимой, то там и другого берега не увидишь. Потому что здесь тупят печки. Развитие городских территорий положительно влияет не только на жизнь людей и облик Улан-Удэ, но и несет стратегическую цель. Стратегические цели развития города – защита и усиление российской территории Дальнего Востока за счет демографического роста и экономического развития, укрепление единства многонационального российского народа, сбережение Байкала, достойное позиционирование приграничной территории России. В городе проведен опрос общественного мнения. Люди, которые хотят жить, учиться, работать, рожать детей и строить свое будущее в Улан-Удэ, видят и по достоинству оценивают уже происходящие изменения. Проект по развитию остальных территорий Улан-Удэ помимо центральной части носит долгосрочный характер – ориентировочные сроки реализации до 2040 года. Сейчас продолжается сбор данных. До апреля, думаю, что мы такую более уже конкретную информацию соберем по каждой площадке и будем перед руководством защищать, говорить о том, что эти территории, на них потребуется столько-то федеральных денег, республиканских денег, муниципальных денег. При этом мы получим такие-то эффекты, экономические эффекты, социальные эффекты, которые позволят городу Улан-Удэ развивать именно по эффективному модели развития. Между тем в центре города уже есть первые результаты. Определена площадка, на которой будут строить школу на 760 мест. Финансирование уже выделено. Образовательное учреждение обойдется в 830 миллионов рублей. Стройка начнется в следующем году, как только проектировщики соберут все необходимые документы. Мы территорию для размещения общеобразовательного учреждения на 760 мест определили. Вот эта улица, улица Банзарова, улица Смолина, улица Свободы, улица Кузнечная. Вот этот вот трапециевидный такой земельный участок мы здесь будем размещать школу на 760 мест. В границах этого земельного участка располагается порядка 18 объектов. Четыре из них признаны аварийными. Остальные двухэтажки, старые застройки и еще 9 частных домов. В ближайшее время с жителями проведут собрание и еще раз объяснят их права. Сроки очень сокращенные, поэтому мы сейчас начинаем эту процедуру переселения. Мы планируем, что к марту месяца у нас будет понимание уже по проектной документации. Зайдем на государственную экспертизу и приступим к строительству эту школу. Поэтому из-за таких вот сроков, о том, что нам деньги уже сейчас дают на эту школу, мы вот именно сейчас приступаем к этому переселению. А я напомню, что у жителей есть три варианта переселения. Первый – это денежная компенсация. Независимая комиссия оценивает квартиру, общедомовое имущество и выплачивает средства, на которые человек сам покупает себе квартиру. Второй – это предоставление квартиры такой же квадратуры, но, как правило, она получается побольше за счет санузла. И третий – это улучшение жилищных условий. Скажем, у семьи есть однокомнатная квартира, но им захотелось побольше двух- или трехкомнатную квартиру. И за эту разницу они доплачивают из своего кармана. В этом году ведется только подготовка, но уже со следующего начнется полномасштабное переселение. Об этом мы и поговорим подробнее в нашем следующем выпуске. А пока у меня все. Всего доброго и удачи! Редактор субтитров А.Семкин